Добрый вечер, уважаемые коллеги. Приветствуем вас. Начинаем нашу пресс-конференцию, в которой участвует главный тренер Московского Дену Сергея Глубовича Котов и главный тренер ЦСКА Сергей Луничевич. На нас тоже игра скатывалась как качели. Первый период начали, не важно, но в середине периода задвигались, начали играть больше в зоне соперника и пошли голевые моменты. А второй период просто провалили, потому что, мне кажется, в боевых движениях и безобразно играли в своей зоне. Но рады, что в третьем периоде мы перестроились, и ребята проявили характер, и до конца бились, и выиграли. Сергей Луничевич, сегодня первый журналист, правда, я уже сказал по ЦСКА после матча, может прокомментировать это решение со стороны клуба, чем инициатива, и как вам вообще видится эта практика, что вам было, по-моему, не подогнать. Практика приглашения журналистов? Да. Но мы это будем делать во всех домашних матчах. После определенного времени журналисты будут заходить в раздевалку и задавать вопросы игрокам. А инициатива чья была? Это была инициатива президента, который я тоже поддержал, переделать в раздевалку. Вы имеете в виду переделать или в пусть этого? Нет, пусть не журналистов. А, ну это была инициатива президента. Спасибо. Сергей, ничего, вопрос. Вот недавно клуб разорвал контракт с Симаковым и возникла ше компенсация. А что именно устроило клуб в макинградже? Игра. Сергей Иванович, а вы еще умеете продаять эту бурьеру? Шейтер провел, я считаю, хорошую игру и выручил нас, особенно во втором периоде, когда финансы создали очень много голевых моментов. И в бароне лучше играть на бурьерах. Сергей Иванович, насколько реально, что недавно будет выступать с СИСКО? Я не знаю. А переговоры уже идут? Как, конкретных переговоров пока нет. Сергей Иванович, возникло ощущение, что, особенно во втором приведении, что Амбельцы просто боялись играть в Динамо. Очень много было ошибок, задумчивости какой-то, чувствовалось, что хватало командной уверенности. А может, как это такое сделать? Я бы не сказал, что уверенности, но, да, Динамо у нас переиграл в втором периоде, потому что мы очень, особенно это касается нападающих, которые медленно возвращались в свою зону, и когда они возвращались, вот эти постоянно были на прокатах. Они не тормозили в своих зонах, а прокатывали. Поэтому, конечно, Динамо создавал очень много голевых моментов. Еще один вопрос. Первое звено началось в составе Дмитра, а потом в середине игры и после сейчас конкурса. А можете объяснить? Ну, вы, наверное, заметили, не только Неклоса сейчас. Еще были еще другие игроки. Поэтому мы сделали перестановки. Слушайте, а за игру посаживали много? Скажите, сейчас на фоне новых правил, да, с этой пятачок и голыми защитниками, и так далее, и количество вот этих рассмотрок и незащитных голов, вы как-то специально угородите со своим хоккеистами, как-то и консультируете, что делать, что делать. Я вот не считал, сколько головы вы поменяли вообще, но сегодня за 8 матчей, а именно 5 шагов, в том числе одна в этой игре. Ну, как ты специально работаешь сейчас? Тебе говоришь, что делать? Ну, специально мы никаких упражнений не делаем на тренировке, но всегда предупреждаем перед игрой, ребят, что новые правила, и нужно быть повнимательнее. Ну, не, я не считаю, что так правила говорят. Правила есть везде у нас в жизни, и вы не можете на красный свет тоже поехать. Поэтому здесь тоже они должны соблюдать эти правила, а то, что они должны идти на татак, это да, там забиваются головы. Спасибо. Ну, я думаю, Егор сам все понял, тем более он опытный игрок. Ну, это волнение определенное, конечно, было. Первый домашний матч. Почему просто выкрули? А почему взяли тайм-аут во втором периоде? Поняли, что игра уходит взыскать? Ну, потому что Динамо нагнетало давление на наши ворота, и мы решили немного успокоить эту ситуацию, поэтому взяли тайм-аут.